Могилевский государственный электротехнический колледж – лидер энергоэффективности Беларуси в системе адукации. Такий гоноровый статус установа отримала не только благодаря распроцовкам, а и в творчестве и использованию энергоэффективных, ресурсозберегающих технологий и проектов на базе колледжа. Как успехово получилась теория с практикой – глядите в сюжете. Для меня энергоэффективность – это прибор или механика. Каждый позволяет сохранить электроэнергию, и все есть в нашем колледже. Учусь на специальности электромонтер и электромонтажники, водитель категории СА. Ну и хочу работать в райсе по месту пробивки. У Могилевским электротехническим колледжи на выдатно ведают, что такое энергосбережение и энергоэффективность. Усе свои веды новучинцы высыпляют на практице и у распроцовках, які признают на республиканском узровне. За усе свои переможные проекты и достигнений колледж отримовывает гранты, которые затем идут на поляпшенні материально-технічной базы установы адукации. Например, у Харчблок столовой закупили и установили энергоэффективное обсталявание. Самым важным оборудованием, которое здесь у нас находится, это у нас электрические плиты и электрическая сковорода. Благодаря электрической плите мы готовим здесь горячее блюдо, ведется обработка холодных продуктов. Благодаря тому, что ведется терморегулировка, плиты называются энергоэффективными. Электрическая сковорода, она выполняет те же самые функции, как и обычная сковорода. Единственное, что она потребляет меньше масла, поэтому она экономная. Сярод новинок и гэта посудомыечная машина за 5 минут, сдольная якосна вымыть одразу 40 талерок. А еще холодильная шафы, морозильный лар, пральня, энергоэффективное обсталявание установлено и у интернате колледжа, а энергосберегающая – прямо на территории. При этом установа адукации дала махчимость молоди самим заработать в основу про переваги энергосберегания. Наши ребята сами просчитывали возможность использования этого оборудования, насколько оно эффективно, насколько оно необходимо сегодня. Причем мы на практическом опыте показали всем им, как им пользоваться, насколько оно рентабельно сегодня. То есть реально можно сказать о том, что наши учащиеся на практическом опыте получили возможность сделать расчеты, которые позволяют экономить и дать возможность разумно вложить деньги. Далее у колледжа запланована праца на керунку теплозбережения. Мяркуется заменить тепловые батареи на энергоэффективное с терморегуляторами, чтобы и тепло так само экономить. Так установа адукации, которой худко исполнится 70 лет, крочит у ногу с часом, зберегающие ресурсы природные и материальные. Кристина Кранкевич, Александр Артемьев, Новина региона.